Неординарная ситуация. Казак принял участие в заседании ТКАК. В четверг, 21 января, в заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, принял участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Казак. Ранее он не принимал участие в ТКАК. Об этом сообщил представитель украинской стороны в ТКАК Денис Казанский в Телеграм. В ТКАК сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Казак. Ранее он ни разу не принимал в них участие, Россию представляет Грызлов. Но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова эскадра и занял его кресло, написал Казанский. По его словам, Казак во время заседания был раздражен и обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров. Также замглавы администрации президента РФ требовал, чтобы обсуждали дорожную карту, которую предложила Россия. Видно, что у Казака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация поменялась кардинально. Если обычно россияне прячутся за своими смоляными чучелками и стараются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому замруководителя администрации президента РФ, написал Казанский. Напомним, на этой неделе сообщалось, что на переговорах по Донбассу появились новые люди. Сегодня стало известно, кем являются эти люди. Глава украинской делегации в ТКАК Леонид Кравчук заявил, что российская сторона пытается заблокировать переговорный процесс и сделать представителей ЛДИНРА полноценными участниками.